В это здание вторая подстанция Бежицкой скорой помощи переехала 10 лет назад. Раньше здесь находился архив первой городской больницы. После начала строительства на территории перинатального центра морг был разрушен и перенесен в одно здание со скорой помощью. Мы сразу это ощутили по запаху формалина и трупным запахам, которые исходили из соседних с нами помещений. При этом у нас были сотрудники беременные, понимаете, это вредности. В этом помещении врачи не только работают, но и отдыхают. Они рассказывают, что суточное дежурство превращается в кошмар. Приходили на дежурство, мы нормальные все. К полудню уже начинали слезиться глаза, верхние дыхательные пути, все пересыхают, все. Но невозможно дышать, понимаете как. Потом лаборатория на втором этаже, на кухне нельзя зайти, не в комнаты нельзя зайти сутками, зовешь бригаду, допустим. И чувствуешь эти запахи. Долго находиться здесь здоровому человеку невозможно. Это мы ощутили на себе. Не говоря уже о пациентах, которые обращаются к фельдшеру за помощью. У нас больной недавно был, гипертоник. И он говорит, что у вас здесь творится? Говорит, ой, я хоть не могу, можно я пойду на свежий воздух? А там кондиционер. Мне плохо, мне плохо. Вы видите, не проветривается ничего. Должно быть, все было проветриваться. Более того, в комнате, где отдыхают сотрудники детской бригады, стала появляться влага, по мнению врачей, от холодильной камеры морга, которая находится внизу. С вчерашнего дня заметили такую лужу. И протирали ее несколько раз в течение суток. Но она все появляется и появляется. Мы протрем, она опять мокрая. Это, ну как, мы сделали вывод из всего этого, что это конденсат. С комнатой отдыха соседствует кухня, где обедают медики. Только ни есть, ни отдыхать, ни уж тем более работать в таких условиях они не могут. Мы проконсультировались с кандидатом химических наук, которая нам разъяснила, насколько опасно воздействие формальдегида. Это очень концентрированная, предельная растворимость формальдегида в воде 40%. Вот такие растворы используют в морге. И естественно, что формальдегид – это же газ. Он, испаряясь из водных растворов, попадает в атмосферу. И люди, работающие рядом, будут обязательно испытывать его воздействие. Я должна сказать еще о симптомах. Вот если идет отравление формальдегидов, то наблюдается, во-первых, бледность кожного покрова, судороги по ночам, потери сознания. Оно действует на органы дыхания. Вызывает острые бронхиты. Вызывает порез дыхательных путей. И в конце концов, отек легких при большой концентрации формальдегида. При таком соседстве, рискуя своим здоровьем, медики работают и спасают жизни других людей вот уже два месяца. По распоряжению Департамента здравоохранения Брянской области была неоднократно проведена экспертиза. Сделан забор воздуха. Но результат говорит о том, что в этих условиях работать можно. И никакого вреда медикам подобное соседство не несет. Главное, чтобы в ближайшее время врачам не понадобилась скорая медицинская помощь. Екатерина Зойдина, Владимир Сидоров. События. Брянск.